Друзья, не идем ни хуя. Или подними, просмолзни его. Работа в таких криминальных условиях. Блядь, заливает. Так, это, наверное, третья часть нашей эпопеи. Как мы немного втерлись. И напомню, что так мы примерно встречаем Новый год. Так, чем кто только подключился, идея у нас была отсюда сделать лифт. Но о том, что мы попадем в такой уровень грунтовых вод, даже в страшном сне мы не могли представить, если честно. И вот мы попали вот в такую жопу. Как говорится, мир не без добрых людей. Смотрите, я выкладываю эти ролики, и мне коллеги из Бельгии, из Ирландии звонят и говорят, мужики, мы ровно в такой же ситуации были, и подсказывают идею. Напомним, что изначальная идея у нас была какая? Что вот здесь мы делаем квадрат, сюда ставим насос, опускаем его, например, на 50 стальчиков ниже, чем основной коробок. Отсюда воду высасываем, а там бетонируем. Но потом пришла идея, что это все закончилось бы чем. Например, мы забетонировали бы ее, а это вот эта дырка, что с ней делать? То есть у тебя грунт настолько высокий, что у тебя под давлением просто поднимает все. И да, в том, что ничего не было, как и не готов. О том, что вот бывает в жизни вот так, да хер вы знаете, кто это придумал. Но идея в следующем. Сейчас мы остановились на чем? Мы сделали с USB погружную ополомку, ее выкапываем сейчас, а там камни, щебенка, бетон, чего там только нет. Внутри у нас внутренняя ополубка, он в нее кидает насос, и насос опускается с антиков на 50 ниже, чем основная ополубка. И наша идея такая, что мы насос загоним, допустим, примерно на метр 50, ее на метр, и у нас остается вот такая жижа. Сюда мы ложим пароизоляцию, ну, пленку пароизоляционную, и внутри собираем такое корытое ополубки, потом гидробетоном все это бетонируем, а насос будет херячить, пока он не сгорит. А когда бетон застынет, мы его тупо обрежем и оставим. Забьем какую-то пробку, чем-то быстро сохнущим там рапито, каким-то рассором. И потом внутри сделаем уже санкционную штукатурку. Если посмотришь вот на эту стену, смотри, видишь, она уже в санкционной штукатурке. То есть уровень грунтовых вод, мы находимся вон первый этаж, вот, он довольно высокий. Поэтому санацию мы здесь сделали, и если что, потом санкционная штукатурка пойдет внутри этой ополубки. Так, для тех, кто не понял эту все-таки идею, поднимусь, расскажу. Погружная ополубка ушла, внутри у нас такой квадрат ополубка, насос уходит еще глубже. Здесь мы ставим еще ополубку, и собирается бетонная стеночка. То есть пол забетонировали, подняли наверх, а уровень грунта у нас от этого бетона примерно минус, ну, 10 будет. И потом мы ее всю обмазочной гидроизоляцией проходим, здесь праймером, видишь, и сделаем наплавку. Все. И у нас получится внутренняя корыта, сюда у нас лифт будет уходить, здесь керамогранит положим пленку, плитку, и ушел лифт, у тебя просто вот и спускаешься, и у тебя плитка. Нажимаешь на кнопку, пошел лифт. Идея вот такая. Но это ладно, это порелаксировались, вот так у нас будет в будущем. А сейчас мы вот в какой жопе. Если мы сейчас остановим этот насосик, хотя бы на пару минут, нас зальет. В следующий момент хочется все-таки уйти на Новый год, хотя бы отпраздновать его, но чтобы не получилось так, что уровень грунтовых вод поднимется настолько, что там у нас котельная электроника и еще что-то. Если кому интересно, то мы думали, что это просто стяжка. И просто вырежем квадрат, вытащим песочек и забетонируем. Что-то думали уложиться за один день, там, евриков за 150, плюс-минус 120. В итоге, непонятно, чем все это закончится, но уже весело, уже весело. Вот такого Нового года, да? Что? Такой Новый год же. Мы же сейчас собирались выходные брать, как бы отдыхать. А сейчас Новый год? Нет, не за меня. Это жизнь. Это жизнь. А вот, и сейчас мы веселимся. Тащим уже шампанское, здесь сейчас выйдем, салют пустим и погнали. Только виски, хорошо. Виски и керячим дальше. Шампанское, как раз Новый год сейчас пройдет, все простреляют, петарды, а мы пойдем домой, когда все закончим. Но самый прикол, что сейчас даже в аренду ничего не возьмешь. Если, например, этот насос сейчас сдохнет, а он должен сдохнуть, потому что он два часа работает, сейчас должен стоять. Если у нас он сейчас постоит, то у нас посеян, и он должен умереть. Все так плохо, на самом деле, у нас есть еще один дополнительный насос. Почему нет? Он не успевал до этого, большая. Только помидоры, когда мы откопали 10 сантиков, он уже не справлялся в тот насос. Он уже не откачивал. Да, есть что-то, что я, видимо, еще не знал. Что чисто, вот, что вот так, или... Сейчас у нас проблема в том, что мы нарвались на какие-то камни, перфоратором туда воду ни хера не получается бомбить, но нужен лом. Один ныряет туда в сапогах, ломом это все выбивает, и мы в такой жиже, смешанной с глином, песком, щебенкой и камнями, должны идти вниз. Сейчас докурим. Да? Аквалан наденем и вперед. Ну вот как-то так. Знаешь, что приятно, то, что сейчас пацаны там с Бельгии звонят, с Ирландии, и звонят, и говорят, мужики, блядь, держитесь, мы с вами, и дают ценные советы. Не в комментариях чувак пишет, эй, ты лох, сделай какую-то херню, да? А говорят, пацаны, я с вами, блядь, сделайте такую-то ситуацию, сделайте такую-то. Ты на что хуешь? Это прикольно, спасибо тебе. Не забыл спросить, кто ты, ну, блядь, видишь, нам не до этого сейчас. Но это очень было приятно. Да? Да? Да просыпаем веселье. Ладно, всех с наступающими праздниками. Мы сейчас закончим курить, и погнали.